Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Справляется о здоровье малышей Яна Купчина не из вежливости. Это обязанность молодого воспитателя. Говорит, утренний фильтр в сезон простуд, а он сейчас в самом разгаре. Ежедневно не проходит пара детишек. Смотрим кожные покровы ребенка, горло, горячий, негорячий, температура. Бывают случаи, когда родители лукавят, но это не часто. Мы им на слово не верим, сами осматриваем и уже выводы делаем. Тех, кто все-таки попал в группу, помимо игр, прогулки и дневного сна, ждет занятие в бассейне. Инструктор по физкультуре Галина Кабакова уверена, вот самое действенное средство от простуд. Эффективность доказана. За год посещение бассейна из категории часто болеющих вышли 300 детей. Свою роль сыграло пихтовое масло, которым Галина натирает стены и бортики бассейна. Его пары почти на 70% защищают от насморка. И еще кое-что. В воду мы добавляем морскую соль для промывания носовой полости. У нас очень хорошая есть практика в солевом закаливании детей. Это воздействие на подошвы стоп для детей, именно для закаливания, именно для профилактики ОРВИ. Все родители, которые приводят детей на прием к педиатру, заверяют, профилактикой занимаются активно. Большинство с помощью гомеопатических противовирусных средств. Тратить на них деньги, говорят врачи, бесполезно. Это обычные пустышки. Это препараты, которые, во-первых, с недоказанной эффективностью. И в них используются очень разведенные активные вещества. Это одна молекула, активное вещество разведено в миллиардах молекулах, например, того же сахара. То есть, например, препарат аноферон, если в одной пачке и в одной таблетке будет эта активная молекула, то хорошо. Что точно эффективно, так это использование домашних физиоаппаратов и кварцевых ламп. Последние назначают в зависимости от площади помещения. Еще лучше вовремя поставить прививку от гриппа. Сейчас уже поздно, но те, кто за вакциной обратился заранее, имеют почти стопроцентную защиту от осложнений, даже если заболеют. Медики приводят тревожную статистику. У каждого второго, обратившегося в детскую поликлинику, определяют пневмонию. Это серьезное осложнение. Родителям стоит насторожиться, если у ребенка высокая температура, сухой кашель, слабость или одышка – это первые признаки заболевания. Анжелика Павлова, Андрей Белый, Сергей Захарушкин. Программа «Город».